Острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости сложилась в Шри-Ланке в конце апреля. Жители стали выходить на улицы с требованием о ставке президента. Также во многих районах страны наблюдается отключение электроэнергии на долгий срок из-за нехватки топлива. На фоне экономического кризиса оппозиция потребовала от президента уйти в отставку. Понимаем, что последние два года весь мир находился в состоянии пандемии коронавируса. Поток туристов на Шри-Ланку остановился практически. Под влиянием вот этого фактора экономика пришла достаточно в сложное положение. Возникли также и политические проблемы. Масштабные столкновения в столице начались утром 9 мая. Несколько тысяч сторонников правящей партии напали на лагере оппозиции, позже устроив стычку. Для разгона участников полиция применила водометы и слезоточивый газ. Президент Шри-Ланки Гадапаэра Джапакса призвал прекратить акты насилия в стране, заявив, что власти предпримут все усилия для установления политической стабильности. Мы можем говорить о том, что, скорее всего, в отношении Шри-Ланки будет развернута гуманитарная помощь, поскольку вот буквально протесты начались пару дней назад. Народное выступление на Шри-Ланке, оно такое достаточно хаотичное, слабо организованное в плане цели задач. И куда, так сказать, оно приведет эту страну, пока достаточно сложно сказать. Как сообщает посольство России в Коломбо, обстановка в курортных районах острова спокойна. Ранее власти Шри-Ланки третий раз продлили на сутки действия комендантского часа на острове. Управление по развитию туризма страны просит иностранных граждан перемещаться по стране в комендантский час только с портами и авиабилетами. Надежда Казаева, Универньюз.